Привет! В этом видео покажу, как с помощью моделирования можно вот такой ноготь превратить в вот такой. Если интересно, продолжайте смотреть. Вот такие ногти у клиента. Короткое ногтевое ложе и обкусанное грызет с детства. И нет, это не детские ноготки. Девушка совершенно взрослая. Для начала нужно подготовить ногтевую пластину. Можно сначала сделать аппаратный или комбинированный маникюр. И затем обязательно снять блеск. Я использую пилку 180 грит. Самое главное снять блеск из пазух и из уголков. Иногда это бывает не очень удобно. После этого наносим дегидратор и праймер. Я использую бескислотный, так как для моей акриловой системы NSI он требуется. Теперь обратите внимание, как я держу ноготь. Я оттягиваю задний валик большим пальцем левой руки. И начинаю делать язычок. То есть как бы формирую новый свободный край. Вы наверное обратили внимание, что конкретно на этом ногте он не только сам короткий, но и сама ногтевая пластина еще и растет вниз. Что дополнительно усложняет задачу. Поэтому делаем вот такое удлинение. После того, как материал полимеризовался, аккуратно отделяем от кожи с помощью шпателя. И теперь мы уже можем поставить форму. То есть я как бы по коже дорастила длину свободного края немного. И теперь уже можем приступить к самому моделированию. Представьте, что ноготь таким и был изначально. И дальше уже процесс наращивания ничем не отличается от обычного. Я ставлю шарик на свободный край и начинаю моделировать свободный край. Форму будем делать квадрат. Так как ногти изначально были очень короткие, то конечно делать большую длину тут не рекомендуется. Лучше сделать коротенький, но максимум среднюю длину. Поэтому вот такую мы и будем делать. Цвет, кстати, я использую Rose Blush от NSI. Очень нравится мне этот оттенок. И мне кажется, этому клиенту он отлично подходит. Он такой светлый, натуральный и смотрится вполне естественно. Ставлю еще один шарик ближе к кутикуле. Растягиваю. Я стараюсь максимально сделать всю работу кистью, чтобы потом не пришлось пилить слишком долго. Обратите внимание, что материал не должен попадать на кожу, на боковые валики. Иначе неизбежно будут отслойки. Если вы видите где-то провалы или какие-то ямки, тоже лучше сразу их добавить. И у кутикулы я уже работаю прозрачно-розовым акрилом, чтобы сделать этот переход более естественным, более натуральным. Ну и при отрастании эта разница в цвете будет незаметна. После этого ждем буквально пару минут и аккуратно снимаем форму вниз. Затем я поджимаю сначала с помощью обратного пинцета. И затем, чтобы зафиксировать арку, я одеваю пластиковый зажим. И можно приступать к моделированию следующего ногтя. Затем пилим. Сначала я пилю всегда длину, затем поверхность. Затем пилим. Обязательно шлифуем. Я использую шлифовщик 220 грит. Отряхиваем пыль. И дальше будем наносить цветной гель-лак. Клиентка выбрала вот такой оттенок. Она призналась, что всегда мечтала о темных и ярких цветах. Но так как у нее маленькие и короткие ногти, никогда не могла себе его позволить. Поэтому наконец-то ее мечта сбылась. Полимеризуем в лампе одну минуту после нанесения первого слоя. И затем наносим второй. Все-таки такие цвета в два слоя смотрятся гораздо симпатичнее. После нанесения второго слоя также его полимеризуем в лампе. И последний шаг будет нанесение топа. Вот что у нас было в начале. И вот что у нас получилось потом. Вот так и выглядит вся работа. Напишите в комментариях, много ли у вас клиентов с обкусанными ногтями. И какой способ вы применяете для того, чтобы нарастить им ногти. Спасибо, что смотрели мое видео. Если вы первый раз на этом канале, не забывайте подписаться. Потому что мастер-классы выходят каждую неделю. Спасибо и до встречи в новых видео. Пока-пока.